Сегодня в новостях на всех контролируемых государствах Каримом Масимовым лично сайтах возникла бешеная новость о том, что суд в Америке санкционировал Мухтара Аблязова. Ну и что я могу по этому поводу сказать? Санкционировал штраф. Ну да, санкционировал штраф. Я вот хотела немножко развить. Но уже на самом деле на протяжении последних шести лет режим все время, все время врет о каких-то немыслимых победах США в отношении Мухтара Аблязова, а также его мнимых сообщников, это семье Храпуновых. Ну о чем идет речь? На самом деле речь идет о гражданских разбирательствах, о том, что Казахстан через своих агентов, да, либо город Алма-Ата, либо БТА-банк, они просто закидали исками суды США против Аблязова и семьи Храпуновых. Ну, потому что в Казахстане правосудия же нет, все же знают, поэтому они ищут правосудие в США. И правосудие действительно случилось, потому что все 14 исков, 14 исков, ребят, вы просто подумайте, да, какая тяга к сутяжничеству у нашего режима, только почему-то в других системах. Все 14 исков в отношении и Аблязова, и семьи Храпуновых были отклонены. Последнее решение было в марте этого года. И вот сейчас, как бы, кстати, я хочу сказать, кто занимался вот этими исками, это, конечно, ну и сам Карим Масимов, председатель КНБ, а также действующий министр юстиции Марат Бекитаев, человек, который является полным ставленником Карима Масимова, да, и напрямую ему докладывает, на самом деле он не является никакой независимой ни политической, ни даже по-человечески фигурой, а просто вот так вот называется шестерка Карима Масимова. И, конечно же, Кинес Ракишев, лицо, которое записали как номинального владельца от отобранного у Мухтара Аблязова БТА-банка. Вот они занимались этими исками и подали целых 14 исков. Их представляли самые большие, самые дорогие юридические фирмы, на это было потрачено миллионами, десятки миллионов долларов. Не забывайте, эти деньги все идут из кармана казахстанских налогоплательщиков, и во всех исках было отказано. Ну и я хочу сказать, что Мухтара Аблязова в этом процессе представлял Мухтара Аблязова. То есть у него даже не было своего собственного юриста, он на самом деле производил всю защиту в отношении всей этой лавины исков самостоятельно. И вот результат, 14 исков все отклонены. Сейчас Бекитаев в преддверии митинга, объявленного на 23 октября, радостно говорит о том, что вот против Аблязова вынесены какие-то санкции США. На самом деле это же очень часто вырывается из контекста и преподносится, как будто бы это какая-то гигантская победа, и там США во главе, там, и Конгресс США, Белый дом и все суды против Мухтара Аблязова. Это просто обычный пропагандистский прием. В данном случае речь идет о решении судьи в одном из гражданских процессов, в котором это было решение на стадии, так называемой, дискавери, на стадии, когда стороны обмениваются доказательствами по иску. И вот во время этого процесса БТА-банк, он очень сильно жаловался, что Аблязов не хочет предоставлять какие-то там свои предметы. В вашем случае, я насколько помню, это были телефоны, да? Вы не говорили, что вы отдали казахстанской стороне телефоны и распили имена активистов. Что-то в таком духе. Нет, они хотели, чтобы я им дал e-mail, я сказал, что у меня e-mailов нет, потому что казахстанская сторона все время их взламывает и делает хакинг, первое. Второе, они потребовали мне дать, чтобы я отдал все свои телефоны. Я, конечно же, отказал, сославшись на то, что я занимаюсь политической деятельностью, и у меня есть контакты, которые попадут в руки казахской стороны, и эти люди подвергнутся преследованию. Конечно, это правда, я отказал. Также еще были ряд, скажем, заявлений со стороны Казахстана, что вот они должны получить информацию, кто работал, управлял моими активами. Ну, знаете как, все, кто работал со мной, они были в Казахстане или где-то в Лондоне, и многие из них подверглись преследованию. А еще группа людей, которые режим упорно пытался посадить тюрьму просто, разъехались в разные страны мира, и я сказал, у меня даже с ними контакта нет. То есть я сидел в это время по запросу об экстрадиции во французской тюрьме, и, конечно, когда я вышел, эти люди были напуганы не то, что выйти на контакт, даже просто вот любое сообщение мой адрес написать. Поэтому это же очевидно, что это в результате преследования. Понятно, что я сказал, что вот я перед вами, телефон я вам не дам, компьютер не дам, имейла у меня нет, а все ваши обвинения, они не имеют никакой, скажем, аргументации. Это пустышки, это придуманные всякие иски только для того, чтобы меня измотать финансово. Чтобы вы понимали, эти юристы, у них стоит там ежемесячно по минимуму по паре миллионов долларов. Это самые дорогие юристы Соединенных Штатов Америки, это очень известные юристы. Понятно, что в этих условиях у них карман бездумный, они просто берут деньги государства и тратят. И таким образом они хотели меня финансово измотать. И я, конечно, был вынужден защищаться без юристов. Вот, собственно, промежуточное было решение, обида, что я, оказывается, не давал данных. И даже судья, там приблизительно я смысловой комментарий подаю, что он верит, что эти люди могли подвергнуться преследованию. Но нужно было мне обратиться к судье, чтобы он издал специальный приказ, который бы запретил бы казахской стороне юристам передавать информацию казахской стороне. Это смысл я передаю. Но это смешно, потому что в Англии адвокаты казахской стороны тоже говорили, мы Казахстану ничего не передадим, пусть он скажет имена, фамилии, мы никому не сообщим. На самом деле, очень быстро все это утекло в сторону Казахстана и людей начали преследовать. Поэтому так называемые приказы секретные, которые не будут передаваться Казахстану казахским юристам, ну, вы, например, верите, что, допустим, адвокат, который обслуживает интересы Назарбаева в Казахстане, получит приказ от суда, никому не говорит, что тут мы в суде говорим, и он ничего не скажет Назарбаеву. Это же смешно. Поэтому, конечно же, я отказался. И, собственно, они потребовали в связи с тем, что якобы я не сотрудничал, не давал информацию, а штрафовать меня на 140 тысяч долларов. Вот, собственно, все это в том иске, который они уже проиграли, и во всех этих исках, 14 исках, как сказал Бота, отказано казахской стороне. Вот, собственно, я думаю, министр юстиции Бегетаеву и Кариму Асимову нужно доложить Назарбаеву. Я надеюсь, что сегодня то, что мы озвучим, будет передано, и будет уже не победная реляция, реальность, что, о, мы победили. Нет, они проиграли 14 исков. Я выведен из всех этих процессов. Ну, Бота, наверное, Даша комментирует. Еще я хочу такую вещь сказать, что вот такого рода штрафы во время гражданских процессов, они достаточно часты. И, допустим, даже вот в этой вот такой победной статье, которую опубликовали все средства массовой информации в Казахстане, почему-то очень удобно молчано о том, сколько раз и насколько была оштрафована казахстанская сторона. Об этом они молчат. Они молчат о том, что во всех исках им было отказано. И они молчат о том, на сколько времени они потратили, сколько миллионов долларов было потрачено. Ну, на самом деле, как потрачено? Война против Аблязова, она же кормит очень большое количество людей. Бекитаев устраивает свою личную жизнь. Ему это очень-очень выгодно, потому что он сам как бы решает, какие юридические фирмы, какие там лоббистские компании. Ну, конечно, с одобрением Карима Масимова нанимать. И, конечно же, немножечко к его потным толстеньким ладошкам прилипает денежек. И он не только получает на этом материальную выгоду, он даже просто, так скажем, как можно сказать это, выгоду эмоциональную. Потому что он умудряется, допустим, устраивать свою любовницу в одну из американских юридических фирм, о чем как-то в прошлом сообщала газета «Республика». И он устроил свою бывшую любовницу, ну, как бы для того, чтобы, наверное, она лично следила о том, как идут процессы в США в отношении Аблязова. Жаркий глаз Бекитаева. Конечно, ему нужны свои люди. Понимаете? Все близкие, да. Везде, по-казахски так. И так калку пристроил. Ну, что делать? Вопрос такой. Вот хорошо, понятно, со 140 тысяч долларов США. Ну, а как же насчет 20 миллиардов, о которых вы, Нуфтар, якобы говорили в суде? Говорили вы об этом? И о чем вы точно там говорили? Ну, в американском суде я не припомню, чтобы такой разговор был. На самом деле это было в английских процессах. Там есть механизм, так называемая, процедура раскрытия активов и, соответственно, оценка той собственности, которую ты раскрываешь перед английским судом. Я раскрыл эти активы в английском суде и приложил разные оценочные, ну, скажем, выводы. Отчеты, да. Отчеты. И на основании этих отчетов я озвучил, что на 2009 год, когда они начали против меня судебные процессы, я имею в виду Казахстан, используемые БТАБА, мои активы, моя собственность оценивалась разными компаниями не менее 20 миллиардов долларов США. То есть все эти обвинения там якобы то 4 миллиарда, то 7 миллиардов, что якобы украл, какой был делать смысл? Если была международная оценка моего бизнеса, самая разнообразная, в самых разных странах рыночная стоимость была его порядка 20 миллиардов долларов. Да, вот я помню, допустим, что на 2009 году, на февраль 2009 года, то есть к моменту национализации, рыночная оценка, рыночная капитализация БТАБА была 10... 12 миллиардов. 10 миллиардов между 10 и 20, в зависимости от того, какой был коэффициент, коэффициент применяли, да. И тогда портфель, общий портфель был 15 миллиардов, то есть... Кредитный портфель, да, кредитный портфель банка, я имею в виду общий кредитный портфель. Но речь идет о рыночной оценке на 2009 год, долей, которыми Владимир Владимирович, то есть в БТА Банке Казахстан, БТА Банк Украина, Грузия. Существовал в тот момент банк, который назывался Московский банк, АМТ, да, по-моему? АМТ, банк, который потом в дальнейшем уничтожил, опять-таки, казахская сторона, потребовав у Путина лично отозвать у этого банка лицензию, чтобы у Обляза не было никакого актива. Ну и также многие проекты на территории России, Грузии и других стран, да, Украины. И самое интересное, что вот они всегда какие-то говорят о каких-то миллиардах, украденных на счетах, да. Ну это, понимаете, это говорит о том, что когда вот такая геббельсовская пропаганда, она важнее, чем реальность. Потому что в реальности, ну вы сами подумайте, при существующем в мире банковском надзоре, когда невозможно, ну просто там 10 тысяч долларов перевести без контроля банковского внутреннего контроля, то здесь якобы могут быть спрятаны где-то какие-то миллиарды. Знаете, это как золото Атлантиды, примерно такое же, что где-то может быть там держаться на счетах 20 миллиардов, принадлежащие Мухтару Облязову. Да, наверное, за 12 лет это уже пора обнаружить такие миллиарды. Но дело в том, что они очень удобно передергивают информацию, то есть берут рыночную капитализацию активов на определенную дату и представляют ее, как будто это какие-то денежные средства на счетах, выведенные из Казахстана. Вот вам пример, как информация формируется. И это просто один из таких примеров так называемых фейк-ньюс, фальшивых новостей. Но это дальше просто потом, знаете, как говорится, побежало по канализации, да, подхватывается разными, более маленькими веб-сайтами, разносится по РУ-нету, потом переводится на другие языки, подхватывается разными блогерами, агентами, в соцсетях раскидывается. И постепенно-постепенно эта информация просачивается. То есть если ты когда уже делаешь в поисковой системе, набираешь Мухтара Облязова, ты постепенно уже через какое-то время будешь видеть, что он оказалось около 20 миллиардов. Ну там, давайте, ребята, смотрите, кто больше. 6,5, 20 миллиардов. Российские НТВ сделал специальный фильм, где заявил, что украдено 100 миллиардов. Я хочу напомнить, что банк выдавал кредит всего лишь на 15 миллиардов долларов в Казахстане и других странах. Всего на 15 кредитов. То есть это реальные клиенты получили деньги на развитие своих проектов. Поэтому это смешно. Тогда нужно украсть, чтобы 15 миллиардов, это нужно было, чтобы 7 таких банков. Даже кредит не давать, собрать каким-то чудом эти деньги и каким-то образом украсть. Ну да, но это опять пользуется безграмотностью, пользуется тем, что они контролируют все вот эти вот помоечные веб-сайты и фактически предоставляют информацию, как им выгодно. И именно поэтому они хотят сейчас в Казахстане начать контролировать доступ к социальным сетям. Потому что если вот сейчас Аблязов может появиться в эфире и сказать, ну, ребят, это вообще смешно. На самом деле все иски против меня в Америке были отклонены. На это потрачены миллионы-миллионы долларов. И никаких 20 миллиардов долларов никакими я не владел и тем более не воровал. То скоро, если вот так мы будем продолжать молчать, доступа к социальным сетям у казахстанцев не будет. Потому что будут скоро приняты вот эти вот поправки в законодательство о том, что требующие, чтобы все владельцы, все иностранные компании, которые владеют соцсетями и мессенджерами, чтобы они регистрировали свои юридические лица на территории Казахстана. Ну, еще я хотел бы добавить, что все эти активы, они присвоены Назарбаеву, его номинальными собственниками. БТА-банк, когда они говорят о неких 20 миллиардов долларов, БТА-банк с филиалами, с датчиками и компанией, все присвоено. Какие-то мои проекты были в области нефти и газа, в недвижимости, они были очень известны. Притом попадали в число шести, некоторые проекты, лучших проектов мира. Все эти проекты ими присвоены. Владеет им Кенец Ракшев, номинальный собственник Нурсултана Назарбаева. Поэтому, когда мне продолжают писать, купи мне дом, купи квартиру, обращайтесь к Нурсултану Назарбаеву. Все мое имущество он отобрал. Собственно, я сейчас регулярно делаю обращение о сборе средств для поддержки семей активистов именно по этой причине. Потому что был длительный период, когда я действительно имел серьезные значительные средства, которые я зарабатывал в бизнесе, я значительную часть инвестировал именно в гражданское общество. Сейчас у меня такую возможность отобрали.